Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Благоустройство детского парка под особым контролем. Глава «Напа», учитывая замечания горожан, озвучил собственнику предложение по реализации проекта. Ноу-хау в борьбе с комарами. Кровососущих в труднодоступных местах будут уничтожать с помощью беспилотников. Наводить порядок надо не только на центральных улицах, въездных трассах и знаковых местах курорта. Глава «Напы» потребовал от городских служб смотреть глубже и выполнять свои обязательства перед жителями. Ежедневно Сергей Сергеев хочет видеть отчет о том, какие работы идут на внутридворовых территориях. Поручение главы прозвучало на аппаратном совещании в администрации «Анапы». В «Анапе» много образцовых дворов, куда приятно заглянуть, где поддерживают чистоту и порядок, и управляющая компания, и сами жители. Но в маршрут главы города во время ежедневных обходов такие не попадают. Сергей Сергеев со своими подчиненными проходит районы, в которых царит запустение и бесхозяйственность. Чья вот эта земля? Почему в таком состоянии тротуар? Я еще раз говорю, сознание у людей уже поломалось. Еще пять лет назад они думали, что это все должен делать муниципалитет. Сегодня у них есть сознание того, что это мое, и земля тоже моя. Поэтому надо с управляющими компаниями, с домовым комитетом разговаривать. Почему такой тротуар? Если это наш, он должен быть сделан. В огромном объеме благоустроительных работ, которые в эти дни идут по всему городу, потерялась важная деталь – анапские дворы. На аппаратном совещании глава озвучивает решение поставить на ежедневный контроль благоустройство дворовых территорий. Точно так же, как по подсветке, предоставляете мне сведения по ремонту внутридворовых территорий. Вопросом жилищно-коммунального хозяйства возвращается и Светлана Яровая. Встретившись с общественниками, заместитель главы сформировала список первоочередных задач. Несмотря на то, что вопросы, которые сегодня поднимает население через координаторов, они все касаются, в большей части, вернее, касаются благоустройства и вопросов ЖКХ, но мы помним с вами, что за нами закреплены определенные улицы, микрорайоны. Есть вопросы, которые не связаны с каким-то финансированием, а больше, наверное, связаны с организационными моментами и вниманием. Поэтому я вас всех попрошу обратить на это внимание, там будут поставлены сроки, и мой помощник возьмет все обращения на контроль с докладом о последующем исполнении главе города. Смысл всей этой работы – создавать комфортные условия для проживания на территории. Без формирования доступной среды это невозможно. Посмотрите внимательно, даже в центральной части города, на съезды для молодой беременности, на перекрестках. Это ужас. Почему размеры? 50 сантиметров, 60. Почему нельзя сделать метр, полтора, на всю ширину? Там, где мы сейчас делаем... Почему человек, мобильный даже человек, почему-то должен скакать с бальдюра на проезжую часть? Расскажите. Почему он не может сойти вот и в то же время колясочник там пройдет? Берите малобильного инвалида-колясочника, привозите туда, и он вам скажет, какой воск его устраивает. Определен промежуточный срок для выполнения поручений – 4 апреля. Благоустройство города – процесс сложный и не сиюминутный. Только ежедневно кропотливый труд может принести результат. Мелочей в этой работе не бывает. Подкрасить тюрну, отремонтировать тротуар, высадить клумбы во дворе, установить детскую площадку и лавочки на уютных аллеях, где их никогда не было. Год от года она попреображается. Ее жители с удовольствием отмечают перемены к лучшему, попутно делая справедливое замечание городским службам. Советы горожан берутся на заметку. Весна – время обновления не только в природе. Для городских коммунальных служб каждую весну все повторяется вновь. Рабочие руки на вес золота. Результат их труда можно критиковать, но не заметить сложно. Тысячи ног пройдут по этому переходу. Пешеходы ни на минуту не задумаются, а дорожники знают – выйти сюда с краской им придется не раз. Лавочки. Сегодня без них уже не представишь площадь у городского фонтана или скверна против санатория Кубань. Римстрой смело называет цифру в тысячу штук. Лавочки появились на набережной Астраханской, Горького, новые на любимой Терской и Кате Соловьяновой. Дмитрий Щеголев работает в Римстрое с 2012 года. Говорит, за пять лет новые места отдыха по пальцам уже не пересчитаешь. Улица Кати Соловьяновой заменены лавочки, поставлены новые. В 2015 году были полностью заменены и добавлены лавочки в районе администрации, вокруг фонтанов, в прилегающих лучах. По улице Набережная в районе санатория Кубань. Люди благодарны, да. То же самое сейчас происходит, когда мы занимаемся велосипедной дорожкой. Очень много людей довольных, подходят, интересуются и они рады, что у нас появляются новые места для отдыха. Вечер – время дорожников. Глава города поставил задачу не ждать, когда людей станет больше. Пора вносить яркие коррективы после серой зимы. Огней добавить с помощью декоративной подсветки. В Анапе все больше улиц, где радуют глаз, эксклюзивные светящиеся элементы. А для мам с малышами важны удобство и комфорт. Улица Стаханово после благоустройства предстала в выигрышном свете. Настоящий прогулочный бульвар. Стало, конечно, гораздо лучше, более удобно. Лавочки появились, можно с детьми посидеть, поиграть. Очень хорошо. Еще было бы очень хорошо, если бы от дороги, допустим, отгородили заборчиком, чтобы детки не могли убежать. Ну вот сейчас, в ближайшее время, да, я начинаю замечать, что появляются какие-то благоустройства. Вот появились у нас новые фонари там, да, на улицах. Как бы стало, конечно, приятнее. Хочется, чтобы красивее и красивее было в нашем городе. Семья Куликовых приехала в Анапу полтора года назад из Красноярска. Им есть с чем сравнить. В городе порядок, в городе чистота. Очень много зелени. Все ухожено. Постоянно видно, что ведутся какие-то работы. Нам очень нравится. Место сбора детворы и родителей – улица Чехова. Площадка, лавочки, отремонтированный тротуар. Люди с удовольствием проводят здесь время. Алексей, отец двоих детей, хвалит, но с долей критики. Дворовая площадка стоит бесхозной. Городским службам предстоит проверить, муниципальная это территория или общедомовая. Была бы облагорожена территория, родители бы гуляли с детьми там, правильно? Делали бы замечания. Дети, соответственно, бы приобщались к культуре и вели себя соответствующим образом. А так, это просто территория ничейная, можно сказать. Внимания никакого к этой территории. И, соответственно, дети делают, что хотят. Пожелание присмотреть к этому двору и сделать что-то там полезное для детей нашего микрорайона. С каждым годом она похорошеет, говорят ее жители. Но, как известно, нет предела совершенства. Скверов больше стало, аллей, может быть, да, это я заметила. А так, чтобы каких-то мест особых, кроме Ореховой рощи или центра, но особо так и погулять негде именно, может, лес бы какой или заповедную зону сделали. Поставили бы там по лавочке тоже какие-то скверы сделали, было бы здорово. Судьба детского парка не безразлична анапчанам. Поэтому, учитывая, что у парка есть собственник, администрацию города держит под особым контролем реализацию инвестиционного проекта по благоустройству его территории и созданию здесь культурно-развлекательного комплекса. Глава города Сергей Сергеев прошел по детскому парку со своими специалистами и представителем собственника, сделав ряд конкретных замечаний. В детском парке всегда многолюдно. Любимое место отдыха анапчан в любое время года, а уж весной тем более, привлекает как маленький природный оазис. Глава города хотел бы видеть здесь организованный на современном уровне комплекс развлекательных объектов, которые не разрушат облик парка, а только дополнят его особый колорит. Поэтому к представителю собственника вопросов много. Глава города интересуется, в какие сроки и какие преобразования намечены на территории парка не на словах, а по проекту. Должен быть, во-первых, проект, пусть рабочий будет проект, его нет, насколько я понимаю. Второе, должен быть график выполнения работы. Понимаешь? А так получится. Они сейчас все накинутся на то, чтобы сделать развлекал это, потому что вот это дохода приносить не будет. Вот это будет приносить доход. И вот это будет делаться в авральном режиме уже в период сезона, когда здесь будет идти поток людей. Учитывая, что будет много новых аттракционов, что возрастет количество отдыхающих на его территории, Сергей Сергеев дал указание своим помощникам согласовать здесь работу казачьих чопов и обеспечить безопасность. Разбитые витрины стеклянного павильона пока говорят об обратном. Глава города поинтересовался, какой здесь будет пешеходная дорожка. Когда начнется ее монтаж, когда будет убран веревочный городок. В ответ на всевозможные обещания потребовал назвать конкретную дату. И 20 марта пообещал посмотреть, как держат слово владельцы территории. Учитывая, что в парке неоднократно пресекалась торговля суррогатным вином, задал он вопросы о проезде транспорта. Скажите, как он на машине сюда попадает, на «семерке», с которой мы вино выволакивали, с багажника, с салона, как он попадает? Через катамаран? Нет. Через вот тот мостик? Да. Так тогда, дорогие друзья, что тут непонятно, где надо перекрыть? Мост должен быть закрыт. Во-первых, антитеррористические мероприятия. Во-вторых, как раз не будет незаконной торговли, и чтобы он открывался для прохода специальной техники. То есть мусороуборочной, скорая помощь, пожарные, все. Ну, полиция. Глава города потребовал навести порядок с ларьками и убогими торговыми рядами. Зоопарк и маленькие пони, наверное, тоже нужны парку, но на условиях цивилизованного подхода к оказанию этих услуг. Новые технологии в борьбе с вредными насекомыми. С приходом первых теплых весенних дней на Лиманах уже началась санитарная обработка против личинок комара. В этом году раньше, чем обычно. Почему сдвинулись сроки и как проходят мероприятия? Все подробности в нашем сюжете. По плану, обработка плавней и водоемов должна была начаться в конце марта-начале апреля. Но с аномальным температурным сдвигом личинки кровососущих насекомых проснулись раньше. В связи с этим было принято оперативное решение о санитарной обработке плавневой зоны именно сейчас. Сдвиг произошел где-то по развитию переносчиков паразитарных заболеваний комаров, передачи переносчиков зика и лихорадки западного ванила. Заболевание человека произошло где-то на три недели раньше. В связи с этим мы сейчас экстренно выполняем эти работы. Основная ударная сила – это вертолет сельскохозяйственного назначения Ми-2. Сотрудники «Гигиены плюс» готовят раствор для распиления прямо рядом с вертолетной площадкой. Здесь же и заправляют емкости. Всего на опрыски до нее уйдет почти 800 килограммов биологического препарата «Бактицит». Биллический препарат, который разрешен для работы во всех типах водоема, включая рыботоварные. Этот препарат не наносит окружающей среде отрицательного влияния и не влияет на нецелевые гидробионты, находившиеся в водной площади. Уже за первый день работы были обработаны анапские плавни в зоне Симферопольского шоссе, хутора Чембурга, станицы Анапской и ряда других предзвижающих районов. Всего планируется обработать 175 гектаров за три дня, включая удаленные сельские округа. Некоторые места, которые расположены близко к населенным пунктам, вертолет обработать не может. Тогда в работу включаются инженеры «Гигиены Плюс». С помощью специальных квадрокоптеров они точечно обрабатывают таким же препаратом труднодоступные места. Сейчас у «Гигиены Плюс» на вооружении три дрона пятилитровых, то есть он может поднимать пять литров жидкости. Данным аппаратом мы можем обслужить 3-4 гектара в час, это с учетом всех заправок. То есть в день мы можем обработать примерно до 10-15 гектар. Как рассказывают специалисты, препарат можно распылять в любую погоду. Его основное предназначение – уничтожение личинок, насекомых именно в воде. Действовать препарат начинает уже через несколько часов. Остальное зависит от ветра и мастерства пилота, который, как показал сегодняшний день, мастер своего дела. Только за два часа съемки он сделал более 10 вылетов. В течение 7 месяцев планируется провести еще 8 подобных обработок. Как показал опыт прошлых лет, специалисты справляются со своей задачей успешно. Взаимодействие без посредников. 16 марта в Центре культуры Родина пройдет деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с представителями торговли и общепита, санаторно-курортного комплекса и бюджетной сферы. Ее цель – дать возможность производителям и потребителям встретиться без посредников и наладить новые контакты. В Анапу приедут представители Абинского, Крымского, Северского и других районов Кубани. Всего ожидается около 60 участников, в том числе 15 анапских. С 10 часов начнет работать выставка-ярмарка, где можно будет приобрести продукты кубанских производителей по самым доступным ценам. Будут представлены колбасы и мясные деликатесы, молочная и хлебобулочная продукция, мед, разновидности сыра и чая. Кроме того, на Театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести плоды овощную и мясную продукцию, свежую рыбу и многое другое. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова